Приветствую вас! Эта уникальная машина была создана в 2003 году в стенах специального конструкторского бюро ZIVA совместно с нами сервис. Должна была положить начало эпохи вездеходов нового поколения, которые вобрали бы в себя все достижения автомобильной науки. Ключевой особенностью данного автомобиля, который получил название гидроход, стала его так называемая гибкая или гидрообъемная трансмиссия. Именно эта трансмиссия должна по задумке конструкторов, число которой ходил главный конструктор, специалист по гидравлике и автоматике Евгений Игнатьевич Прочко, увеличить проходимость нового вездехода, благодаря уменьшению затрат мощности при движении, при этом увеличив его тяговые свойства. А этого можно было добиться в одном случае, если перераспределить мощность двигателя между колесами. Если трансмиссию для этого автомобиля сделать механической, то она станет настолько сложной, что сведет на нет с ее преимуществом. Основой машины, на которой должна была разрабатываться новая, до этого не применяемая на трехосных автомобилях, но применяемая на других, такие как погрузчики, трактора и катки, гидрообъемная трансмиссия, стала колесное шасси от хорошо закомендовавшей себя трехосной шестиколесной амфибии ЗИЛ-49061 «Синяя птица» с равноудаленными мостами. Силовым агрегатом, расположенным за кабины, послужил бензиновый V-образный восьмицилиндровый двигатель мощностью 252 лошадиные силы от представительского лимузина ЗИЛ-115. Но из-за того, что он часто перегревался и расходовал много бензина, и больше подходил для представительского лимузина, нежели для 12 тонн вездехода, было решено заменить его на другой, импортный дизельный, рядный шестицилиндровый мотор от компании Detroit Diesel, мощностью 250 лошадиных сил. Далее крутящий момент от двигателя передавался не как полагается для всех автомобилей, коробку передачи дали на трансмиссию, а на специальный, согласующий раздаточный редуктор, от которого рабочая жидкость через три аксиально-плунженных реверсивных насоса западно-германской фирмы Bosch Rexroth передавалась далее к шестиаксиально-поршневым регулируемым и обратимым гидромоторам, той же западно-германской фирмы, которые через согласующий редуктор приводили в движение колеса, частота вращения которых зависела от текущих значений рабочих объемов насосов, гидромоторов и частоты вращения двигателя. Управляя такой трансмиссией, гидроагрегаты, которые для живучести системы при движении по бездорожью находились в раме, не составляло особого труда, так как за водителя всю работу делала полностью компьютеризированная автоматическая система управления трансмиссией со множеством установленных датчиков. Таким образом, в зависимости от условий движения автомобиля, система самостоятельно обеспечила необходимый режим работы трансмиссии. Сам же водитель с пассажирами находился в цельнометаллической трехместной кабине от грузовика ЗИЛ 4331 с новой оригинальной передней частью. Кроме алюминиевой рамы, по наследству от ЗИЛ 49061, новому автомобилю достались независимая торсионная подвеска всех колес, колеса с шинами 16-00-20, систему элегровки давления воздуха в шинах, рулевой привод с передними и задними управляющими колесами с механизмом запаздывания поворота задних колес и тормозная система с дисковыми тормозами, установленной в приводах колес. Для размещения различных исследовательских приборов и людей, обслуживающих их, в задней части был установлен специальный доработанный кузов-фургон от вахтового автобуса НЕФАС-4211 Нефтекамского автозавода. Свой первый проезд по территории завода машина совершила в марте 2003 года, доказывая, что эта выбранная трансмиссионная система имеет право на существование. После чего продолжились его дальнейшие испытания на Дмитровском автополигоне НАМИ, где он с новой трансмиссией неплохо себя показал, преодолевая препятствия в виде рвов, отличное прохождение по бездорожью с различными типами грунта и без проблем преодолевая крутые подъемы, а также оказывая наименьший урон почве и растительному покрову. Доказывая, что этот автомобиль с гидрообъемной трансмиссией обладает вполне неплохими тяговыми свойствами, не уступая привычным трехосным вездеходам с механической трансмиссией, хотя гидрообъемные передачи имеют более низкий КПД, нежели механические, и имеют более высокую стоимость изготовления. А так как этот автомобиль с самого начала проектирования создавался как экспериментальный образец для исследования преимуществ данной трансмиссии, то о его серийном производстве не шло и речи. И, к сожалению, все работы, связанные с гидроходом, всего необычной трансмиссии, в 2009 году были прекращены. В связи со смертью основного вдохновителя данного вездехода, главного конструктора Евгения Игнатьевича Прочкова, и будут ли продолжены дальнейшие испытания этого автомобиля в будущем, неизвестно. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!